Вала Щук СД пишет вам эссе, в жизни рок-н-ролл, Вала Щук СД Всем привет! Люди так устроены, что у каждого есть какие-то свои вкусовые предпочтения. И в еде, и в одежде, и в музыке, и в типе лица, да во всем в чем угодно. Думаю, абсолютно неповторимых предпочтений нет, как и отпечатков пальцев. Но есть предметы, которые нравятся очень большому количеству людей одновременно. Вот взять, к примеру, гитару Gibson Les Paul. Я не буду большим оригиналом, если скажу, что мне нравится ее форма. Не знаю почему, но нравится и все тут. Мне кажется, что это воплощение гитарного совершенства. И я знаю, что мне не одному так кажется. И это подтверждает статистика продаж этих гитар в мире. Они делят первое место с Fender Stratocaster, о котором я рассказывал в одном из предыдущих своих постов. В детстве я еще не знал, как она звучит. Удобна ли она в игре, легка ли, тяжела, держит ли строй. Но я был уверен, что она великолепна во всем. Поэтому мне с измольства очень хотелось заполучить такую гитару. Но их в Советском Союзе не было. А если у кого-то и были, то стоили, как автомобиль Жигули. На который, к примеру, мои родители за всю жизнь заработать не смогли. А только на Запорожец. И только много лет спустя, когда я наконец-то научился зарабатывать деньги, то смог приобрести себе такую гитару. И, конечно же, мои детские ожидания подтвердились. Это великолепный инструмент во всем. В потрясающем мощном звуке. В широком тембральном спектре. В прекрасном сустейне. В удобстве игры. В начале я приобрел серийную гитару цвета Sandburst. А затем, где-то через год, оценив ее великолепие, не смог удержаться и заказал в Америке, в подразделении Custom Shop, еще одну гитару, такую же. Вот эту белоснежную красавицу. Играю на обеих. Только одна у меня находится в загородном доме, а другая в квартире. На этих гитарах можно играть любую музыку, но они идеально подходят для рифовой музыки. И я, как правило, сочиняю на них рифовую основу своих песен. Эти гитары выпускаются фирмой Gibson с 1952 года. Какие только рок-звезды на них не играли, всех и не перечислишь. Поэтому за годы своего существования эта гитара стала самим символом рок-музыки. И именно поэтому и на первой странице моего сайта и на YouTube-канале рок-группы Волощука СД вы можете увидеть мой белоснежный Gibson Les Paul. Всем пока!